Полное прекращение боевых действий Глава ОБСЕ считает, что необходимо продолжать переговоры в рамках минских договоренностей. Это, по его мнению, единственный на сегодняшний день документ, на основе которого должны действовать стороны конфликта. И в соответствии с ним сначала необходимо достигнуть полного прекращения огня на Донбассе. И лишь после этого проводить выборы по украинскому законодательству и с участием международных наблюдателей. Если Россия выполнит минские договоренности, только тогда с нее можно снимать санкции. Об этом в свою очередь заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Он напомнил, что ограничения введены для того, чтобы заставить агрессора выполнить Минск. В противном случае санкции необходимо продлевать и усиливать. Боевики 39 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе за прошедшие сутки. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщают в штабе. На Мариупольском направлении из минометов обстреливали Широкина. По Павлополю, Марьинке и Водяному огонь открывали из вооружений БМП гранатометов. Кроме того, по Широкиной толковке стреляли снайперы. Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска в течение дня неоднократно обстреливали на Луганском направлении Новозвановку. На Донецком из 82-мм минометов обстреливали Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по украинским позициям в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песков. Зима в Украине берет реванш. На Рождество, начиная 6 января, в страну придут холода со снегопадами. Белый покров до 26 сантиметров накроет Закарпатскую область. Там существует опасность схода снежных лавин. Так что лыжники, отдыхающие на горных курортах, предупреждают спасателей, должны быть на стороже. Дискомфорт будет создавать и сильный ветер. До 30 метров в секунду на Закарпатте, помноженный на мороз. Всему виной арктический циклон. Температура ночью составит 14-19 градусов, местами по центральным областям и восточным 20-26. Днем будет в пределах 13-19 градусов. Теплее традиционно будет в Крыму и на Приазовье. На украинском полуострове дожди, переходящий в мокрый снег, начиная с 6 января. Осадков будет предостаточно, говорят синоптики. Там ночью может быть 8-13 и днем 0-5 до 7 мороза. И также по всей территории будет временами идти снег. Особенно похолодание ощутят в западных, северных и центральных областях. Ночные морозы достигнут 20-26 градусов. Днем до минус 17. В восточном и южном регионах, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях несколько теплее. Ночью до 13 мороза, днем от 0 до минус 6. Весь этот холод 6-7 января местами будут сопровождать метели. Будет нормальная зима, как для этого периода, с морозами, с снегом. И такие у нас будут, можно сказать, рождественские праздники. Снежные и морозные. Но рай для любителей зимних видов спорта продлится недолго. Сразу после Рождества потеплеет, мороз спадет, снег и ветер утихнут. О краткосрочном похолодании будет напоминать только гололед. Инесса Занина, Евгений Савицкий, ЮЭй ТВ. Граничил расчеты наличными для физических лиц. С 4 января граничная сумма составит 50 тысяч гривен. Это около 1900 долларов за одни сутки. Это в три раза меньше, чем было разрешено до сегодня. Если сумма покупки превышает 50 тысяч, расчеты следует производить с текущего счета покупателя на счет продавца. Ограничений на безналичные расчеты не вводится. В Насбанке отмечают, нововведение не доставит неудобств гражданам, так как не затронет их ежедневные расходы. Подобные ограничения действуют во многих европейских странах. К примеру, в Испании за наличку можно купить товар или услугу, которая стоит не более 2,5 тысяч евро. Во Франции эта сумма – 1000 евро. Выступление украинских боксеров-профессионалов на мировых рингах среди самых ярких спортивных достижений страны в минувшем году. Василий Ломаченко в 2016 сменил весовую категорию и завоевал второй чемпионский пояс в карьере. Титул чемпиона мира по версии WBO украинец отобрал у Романа Мартинеса из Пуэрто-Рико и стал первым боксером в мире, который всего за 7 поединков завоевал чемпионство во второй весовой категории. Нокаут, в который Ломаченко отправил Мартинеса, американский канал ESPN назвал лучшим в 2016. В конце года Василий отстоял титул в поединке с ямайцем Николасом Олтерсом и возглавил рейтинг лучших боксеров по версии известного американского телеканала HBO. Два боя в году я провел и два боя с топовыми бойцами. И я сделал в принципе то, что я запланировал в этом году. Я доволен годом. В 20-х числах марта в Америке Ломаченко планирует поединок против мексиканца Орландо Солидо. Соперники уже встречались в 2014-м. Тогда раздельным решением судей победил Солидо. Анализ боя показал, что украинец получил 41 удар ниже пояса. Мне уже не так интересно с ним боксировать. Это я больше делаю, наверное, для фанатов, для ребят, которые болеют и переживают действительно, наверное, больше, чем я за это поражение. Я, наверное, это для фанатов больше сделаю. Именно благодаря харизме Александра Усика канал HBO возобновил трансляции боев в Крузер Вейте. Первый свой пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в первом тяжелом весе крымчанин добыл в сентябре прошлого года, победив в Гданске поляка Кшиштофа Главацкого. И уже через три месяца отстоял его в первой защите в поединке с южноафриканцем Табисом Чуну в американском Инглуде, штат Калифорния. В течение поединка претендент трижды побывал в нокдауне и в девятом раунде после третьего падения рефери остановил бой. Следующий поединок Усика запланирован на 18 марта на арене Мэдисон Сквергарден в Нью-Йорке в рамках вечера бокса Головкин Джейкобс. Год у нас нелегкий был, были травмы, но слава богу, что все хорошо, мы завоевали пояс, мы депетировали в Америке, мы защитили пояс. На следующий год как бы есть планы, да. На данный момент год, я думаю, что мы закрыли хорошо. Я хочу сказать спасибо всем болельщикам, людям, которые были со мной, когда я готовился, ну, за все то, что я за этот год прошел. Супертяж Владимир Кличко в 2016 году не провел ни одного поединка. Двукратный перенос встречи с Тайсоном Фьюри закончился для британца потерей чемпионских поясов и признанием в употреблении кокаина, а для 40-летнего Кличко стремительным падением популярности. Вернуть ее сможет бой с британцем Энтони Джошуа, запланированный на 29 апреля в Лондоне на знаменитом Уэмбли. На кону вакантные титулы WBA Super и IBO в супертяжелом весе. Но даже это шоу не сможет остановить закат эры Кличко, который уже сменила эра Ломаченко-Усика. Ломаченко уже сейчас, ну, его уже называют одним из самых сильных боксеров в мире, попадающих там в десятку, паунд-фаунд. Поэтому он уже стоит значительно выше, чем на данный момент стоит Владимир Кличко. Когда закончится боя Кличко, давайте не будем загадывать. Я очень надеюсь, что бой Кличко Джошуа будет очень ярким, интересным и, надеюсь, даст нам позитивные эмоции. Но то, что уже началась эра Ломаченко-Усика, это абсолютно точно. Пока звезды новой боксерской эры отдыхают и наслаждаются новогодними праздниками в кругу друзей и семьи. А в марте их снова ожидают мировые ринги. С пожеланиями новых побед украинским боксерам. Елена Дидух, Антон Куница, Ярослав Матяш, Тимофей Сорокин, UATV. Национальная опера собирает зрителей не только в зале, но и перед фасадом. На стене театра кружатся снежинки и распускаются цветы. Световое 3D-шоу показывают каждый вечер, перед спектаклем и после него. Продолжительность действия 5 минут. Так опера встречает свою публику и создает праздничное настроение всем прохожим. По сюжету представления сначала фасад театра замерзает, затем на нем оживает сказочный олень и разбивает лед копытом. На стене распускаются цветы и разлетаются бабочки. В центре изящно кружится пара. Зрители впечатлены. Понравилось красиво. Новогоднее, красивое, праздничное. Настроение поднимает. Просто бомба. Мы прошли буквально минутку, вернулись, у нас сын пошел в оперный театр. Мы подходим, а тут такое чудо. Любовь, там тема такая. Но тут очень классно романтичным парочкам, потому что это так все спокойненько, красивенько. Так все романтично просто очень. Все понравилось. Мы вот стоим, не хотим уходить. Световое шоу на новогоднюю тематику транслируют на стене оперы, которая выходит на улицу Владимирскую. Полюбоваться зимней сказкой можно каждый вечер в 18.30 и 21.30 до 19 января. Олеся Гурбик, Тимофей Сорокин, UA-TV.